еще одно видео снимаем об этом нашем пальто который у нас называется пальто для ленивых обратите внимание что я сейчас не застегнута то у меня было вот сюда в петлю продета а сейчас просто вот так вот я враспашку допустим и до вот он висит наш этот весь вот этот вот драпировка отлично совершенно смотрится очень даже оригинально если допустим мы закроемся и вот так вот просто его забросим вот так вот на плечо тоже будет абсолютно вот так нормально но я во мне для этого показываю это видео я сделала три видео и ну и конечно все начали писать и конечно все начали писать а как сделать с бортами а как сделать двухслойную эту драпировку а как посадить подкладку а как подготовить к раскрою но и я вот сейчас вам покажу как у меня она будет Вот просто в таком пальто кардиган, вот в таком виде, как оно сейчас есть. Обработаются края, и вот оно готово. А я вам сейчас покажу, как подготовить крой к изделию, которая будет с подбортом, с двойной стойкой, с двойной драпировкой и на подкладке. Для этого мы сейчас поработаем с выкроечками. Выкроечка спинки. Мы ее убираем и по ней просто вырезаем подкладку. Но никаких действий мы с ней не производим. Конечно, очень многие и сами бы догадались, как вырезать подборта здесь, как вырезать подкладку. Но я покажу, как это сделать быстро и без заморочек. Это самое главное. Думаю, что если еще мы будем говорить подборт с цельнокроенной стойкой, с цельнокроенной вот этой драпировкой, конечно, у нас ткани уйдет, но метра 3,5 не меньше, потому что 2,5 мне еле-еле-еле-еле хватило. Смотрите, левое лицо, правое лицо. Я сложила правую и левую полочки лицом к лицу и сколола. Они у нас вот здесь одинаковые по полочке, в рукаве, по плечевому шву. Они у нас вот здесь только разные. Дальше пошли, где мы построили нашу драпировку и нашу вот эту стойку. Поэтому сейчас я построю подборт на левой половине, которая меньше. Но могла бы также и на правой половине строить. Это неважно. Немножко за центр переда, сантиметра 3. 3,5-4 вот так вот. Подборт. И не доходя, уходя вот тут немножко за талию, начинаем уходить вот сюда вот. Сантиметра 4, тут 4, 5, неважно. Вот здесь вот плечо. Видите, да? Вот оно. И отрезаю. И дальше все буду писать красным фломастером. Вот это у нас получилась подкладка. Вот это вот. Вместе с цельнокроеным рукавом. Вот подкладочка. Я пишу красным. Подкладка. Вот к этому шву нужно прибавить 1 сантиметр на шов. Две абсолютно одинаковые детали. Подкладка идет две одинаковые детали. Правая и левая полочка. Вот так вот можно накладывать. Два слоя кроить плюс 1 сантиметр. Вот тут нашу прибавить. Убираем. А вот теперь начинается самое интересное. Вот наши подборта. Один подборт у нас имеет вот такую форму. А второй подборт имеет форму вместе со всей нашей драпировкой. И со всей нашей стойкой и так далее. У нас крой сложен лицом к лицу. Теперь как найти лицо у подборта. Если у нас вот это лицо изделия, то подборт. Вот лицо внутри. Подборт. Лицо. Вот. И эта сторона. Если у нас вот это вот лицо было, то изнаночная сторона. Теперь пишем подборт. Лицо. Лицо. Вот где мы отрезали подкладку, видите шов, да? Также плюс 1 сантиметр, плюс 1 сантиметр на шов. Здесь также точно подборт лицо. Плюс 1 сантиметр на шов. Сейчас объясню все. Вот наши подборта. Если в основном изделие вот это было лицо, значит, когда мы берем подборт, зеленым написано, красным написано, у нас вот это подборт лицо. Чтобы он, когда соединишься с изделием, было здесь лицо и там лицо. И также вот эта деталь. Если у нас вот здесь было лицо, тут написано лицо, то у нас подборт вот это лицо внутри. Теперь при раскрои дальше, вот это у нас лицевая часть. Вот она. Будем внимательными очень. То есть это противоположные стороны изделию. Теперь ничего не надо думать. Краим левый подборт. У нас известно лицо. Оно теперь будет лицом к телу. И краим правый подборт. Ну вот выглядит как правый подборт. Плюс 1 сантиметр на шов, где мы отрезали для подкладки. Известно лицо. И вот так вот выглядит наш правый подборт. Ничего страшного. Маленькими швами также аккуратно. Все точно так же, как и обычный подборт. Точно так же, как и вот такой подборт вы бы соединяли с изделием. Точно так же вы будете соединять вот этот подборт. Все готово. Есть выкройка спинки. Она же в точности выкройки подкладки. Есть выкройка левой полочки с подбортом. Есть выкройка правой полочки. Она у нас цельная и с подбортом. Посмотрите, как полезно заглядывать в историю моды Никто не представлял, что мы сделаем такое симпатичное пальто Я так вообще не представляла себе, что я на этом уроке сделаю такое пальто Потом буду его носить, я сейчас вижу, да, я буду его носить И причем с удовольствием Я думаю, очень многие из вас сделают Когда я показала его однослойным, я подумала, надо показать И как же сделать выкройку для дальнейшей работы Кто захочет сделать подборта, потому что это надо сделать быстро и без заморочек А тут надо вставать и думать Поэтому сегодня я вам показала В нашей профессии очень важно иметь сообразительность Думаю, что благодаря нашей сообразительности Мы кое-что уже можем сделать своими руками И украсить этот мир хотя бы собой Подписывайтесь на наш канал Будьте разнообразными Всего хорошего С вами были мы, Павла Штарина Михайловна Вся наша команда